МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую неделю герои нашего проекта отправляются в путешествие. Не удивляйтесь, если на улице к вам подойдут и спросят, а что тут у вас есть интересного посмотреть, где вкусно кормят и какая гостиница лучшая в городе. Ведь мы уверены, наши люди плохого не посоветуют. А в какой город мы отправимся сегодня, решит игра камень-ножницы-бумага. Как еще блондинка может измерять? Снаружи костел асимметричен и очень грациозен. Что, не ожидал? Какая у нас температура в номере? Интересно, а хлеб потом можно съедать? Выглядит аппетитно. Ну вот я знаю, что это. А мы можем туда зайти посмотреть. Привет, это Камень-ножницы-бумага. Предлагаю устроить звездную битву и выяснить, как же узнаваемость помогает в нашем проекте. Отправим белорусских звезд в народ и посмотрим. Ален Хит. За кулисами просто Олег. Молод, весел, узнаваем. Много экстралирует, однако жалуется, что из-за нехватки времени и страха быть зацелованным поклонницами нечасто покидает номер гостиницы и выходит в народ. Олеся Боярских любит роскошь и себя на фоне роскоши. В путешествиях всегда ищет самые дорогие места и лучшие рестораны. Даже если может показаться, что в городе негде тратить деньги, она непременно найдет это место. Привет, Ален, привет, Олеся. Привет. У меня для вас есть два маршрута. Один в Сморгоне и другой в Логойск. Я хочу в Логойск. Тоже хочу в Логойск. Я там был, катался на горке. Ну, сейчас только не сезон. Ну что, давайте сыграем в камень, ножницы бумага, для того, чтобы выяснить, кто же куда отправится. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Та-дам. Та-да-да-дам. И ура! У меня, у меня Логойск, Логойск, Логойск. Ну, у меня логично Сморгоне, но я не расстроен. Я уверен, что как-нибудь себя смогу развлечь и найти все самое-самое крутое в этом городе. Я хочу тебя предупредить, что наши туристы уже инспектировали Сморгоне, делали это аж два раза, поэтому тебе будет очень сложно найти что-то интересное. Но надеюсь, твоя узнаваемость тебе поможет, потому что вы не должны пользоваться подсказками интернета, а должны пользоваться советами местных жителей. Ну что, Олеся, удачи тебе. Спасибо, постараюсь. Поехали. Погнали. Судя по указателю, Логойск не просто старинный, а по-настоящему древний город. Ну что, погнали искать приключения? Но, к сожалению, погодка в тот день подкачала. Был сильный дождь. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что в Логойске можно посмотреть? Какие есть у вас достопримечательности? Вы знаете, мы не Логойские. Вы не местные, да? Нет. Наверное, одна из самых главных у нас руины, наш парк. Все настолько обыденно. И фрагменты дворца Тышкевича в парке. Пообщалась я с местными жителями и поняла, что главная их достопримечательность – это местный парк. Всем привет из города Сморгонь. Здесь я впервые, поэтому город будем изучать основательно. Что мне известно? Во-первых, в городе до 1870 года существовала Академия дрессировки медведей. Во-вторых, в городе на протяжении 200 лет пекли бублики. Так ли это на самом деле нет? Сейчас узнаем. Медведи и бублики, где они? Медведи в парке, это точно. А бублики знаменитые? Ну, наверное, в магазине. В парке. В парке. В парке чуть-чуть дальше. Медведи находятся в парке. У нас стоит монумент медведям и их академии. А баранки – это просто символ города, потому что каждый год тут проводится праздник баранков. Конечно, я спрашивал у местных жителей, какие достопримечательности мы могли бы посетить. Церковь у нас красивая. А костел – церковь. В городе Сморгонь есть и церковь, и костел. Однако они относительно новые. Давайте отправимся за черту города, ведь именно так нам советуют местные жители. Солы – агрогородок. Большая деревня, костел красивый очень. Костел большой, да. И мы направились в деревню Солы, где находился костел, который действительно был невероятно красив. Жители Сморгоньщины утверждают, что в деревне Солы расположен самый необычный и живописный костел Беларуси. Костел Пресвятой Девы Марии Розарии. Снаружи костел асимметричен и очень грациозен, а внутри он расписан фресками. Костел пользуется популярностью, поэтому увидеть здесь туристов – обычное дело. Только при мне туда приехало два полноценных автобуса. И приятно, что жители интересуются не только заграничными достопримечательностями, но и в Беларуси находят места, которые стоит посетить. Кстати, парк располагается вблизи центра, поэтому я его с легкостью нашла. А вот это – руины каменного дворца Тышкевичей. К сожалению, до наших времен дворец не сохранился, но зато вот этот вот прекрасный английский парк до сих пор сохранен, где люди местные гуляют. С 1528 года Логойск принадлежал роду Тышкевичей. Кстати, именно Тышкевичей когда-то открыли первый в Беларуси историко-археологический музей. Уж больно любопытно, какая же толщина у этой стены. И 10, так, 20, 30, как еще блондинка может измерять? Ну, 40. Толщина стены приблизительно 60 сантиметров. В общем, погуляла я по этому парку, подышала свежим воздухом, пофотографировалась возле руин, подержалась за кирпичик, получила колоссальное удовольствие и абсолютно за бесплатно. Единственное, долго я там не смогла погулять, потому что мои ноги промокли. Примечательно, что в нескольких километрах есть еще одна достопримечательность, которую как-то обходят стороной, а почему? Потому что она находится на кладбище. В километре от костела расположился еще один интересный исторический объект. Это часовня-усыпальница, выполненная в стиле неоготика. Точная дата строительства часовни неизвестна, однако местные жители утверждают, что это конец 19-го, начало 20-го века. Кстати, до строительства костела его функция исполняла вот эта вот часовня. Говорят, что ее открывают один раз в год на католические деды. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Как еще блондинка может изменивать? Снаружи костел асимметричен и очень грациозен. Первым делом в Сморгоне Аленхит отправился в народ и стал расспрашивать, где тут медведи или баранки, намекая на медвежью академию в Сморгоне. Ну, медведей давно уже нет, зато в деревне Солы есть очень красивый костел Пресвятой Девы Марии. Пользуется огромной популярностью среди туристов из-за своей асимметричной формы и уникальных фресок. Но вот Олесе, к сожалению, не повезло с погодой. Местные жители посоветовали ей отправиться в парк Тышкевичей. Из-за дождя долго погулять не получилось, зато Олесе нашла место разрушенного дворца Тышкевичей. Пока же наш туристы не потратили ни копейки, посмотрим, сколько же они заплатят за свои шикарные апартаменты. Где у вас можно остаться на ночлег? У нас гостиница есть, она в Логойске есть гостиница. И есть тоже в горнолыжном комплексе Логойск, можно тоже где-то снять какой-то домик для ночлега. Кто-то отправлял в гостиницу, а кто-то отправлял меня в Логойский комплекс горнолыжный, где можно снять дом. Что не ожидал? Сегодня я сняла для себя целый роскошный дом. Ну, естественно, чтобы я упустила такую возможность. Вот это вот моя гостиная. Сейчас покажу еще, что у меня есть. У меня есть кухня. Мой повар сегодня пока что отошел, потому что я уже перекусила. Вот такая вот кухня. Абсолютно все необходимое, начиная от плиты, вытяжки, очень много чашек, тарелок, ножики. Ну, все-все-все. Холодильник, естественно, большого размера. Все. Отели у вас есть? Да, вон гостиница. Наверное, единственное место, гостиница наша, вот. Меня отправили в местную гостиницу. Она всего там одна. И сейчас мы ее проверим на качество. В гостинице, конечно, я люблю отдыхать с комфортом, поэтому я выбрал номер высшей категории за 78 рублей. Ну, собственно, могу себе позволить. Люблю отдыхать с комфортом, поэтому проверим, чем нас удивит за 78 рублей гостиница. Посмотрим. Кровать удобная. А еще у меня несколько спален. Вот если сюда зайти, то можно увидеть раз спальню. В каждой спальне есть своя уборная. И на каждом этаже у меня висят полотенца. Ну, ладно, пойдем покажу вообще свою спальню. Люблю лестницы в доме. Такая вот хорошая физическая нагрузочка. А еще когда три этажа, так вообще великолепно. Сегодня я решила спать на втором этаже. А вот она моя кровать такая. Есть тумбочки, есть розетки. В принципе, все необходимое. Естественно, в доме еще есть Wi-Fi. Какая у нас температура в номере? 20 градусов. Хотелось бы, наверное, чуть-чуть потеплее. Хотя, может, только с мороза, поэтому мне прохладно. Так, идем проверять санузел. Все продезинфицировано. Ну, все-все-все удобно. Посмотрите, душ-кабинка. Мило. Вот такие вот коврики. Ну и вот моя терраса. Вот она какая. Клевая. Шашлычная все как надо. Беседочка. Огонь! Если вы захотите снять точно такой же дом, то с легкостью можете это сделать за 600 белорусских рублей в сутки. Если говорить, что все по-домашнему, то, наверное, первым делом нужно обратить на кухню внимание. Даже это не кухня, это я не знаю, как гостиная. Вот такой вот столик, наверное, есть практически у каждой семьи, где можно посидеть, поговорить. Кухня оборудована микроволновой печью и холодильником. И, конечно, давайте оценим вид из нашего номера. Нужно немножко привыкнуть к тому, что город переображается, и здесь проходит полномасштабный ремонт. Поэтому вид пока такой, как он есть. Я даже не сомневалась, что Олеся в Логойске не упустит возможности шикануть. Так оно и получилось. Олеся забронировала себе вип-домик с пятью спальнями и пятью санузлами. Стоило это все великолепие 600 рублей. Алинхит тоже бы шиканул, но в единственной гостинице в Сморгоне оказался всего один свободный номер, зато высшая категория и двухкомнатная. Стоил он 78 рублей 4 копейки. Ну, кстати, я уже понимаю, кто за эту поездку потратит больше денег, если только Алинхит не закатит в Сморгоне банкет. А где можно у вас перекусить? Здесь кафе есть. Конечно же, еще есть у нас в горночном комплексе Логойск, где тоже можно вкусно покушать. Так, ну что, настало время обеда, я пришла в старо-белорусский ресторан. Ну, тут сразу уже видно. Встречает карета. Такой интерьерчик необычный. Немножко деревенский. Еще один вопрос, с которым я приставал к местным жителям, это где можно вкусно поесть. К ресторан вот прошли. Что там за заведение такое? Открынили не так давно. Это в Коренях, крайне корене. Место, которое находится на окраине города, открылось совсем недавно. Ну что, на самом деле, пока что мне выбор местных жителей очень нравится. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я поесть? Конечно, писали. Спасибо. На самом деле, меню очень разнообразное. Есть и стейк, есть и шашлык, но мне пригнулась японская кухня. Цены меня приятно удивили, поэтому остановлю свой выбор именно на ней. Спасибо большое. Вот эти самые роллы, которые я заказал. Сейчас будем пробовать. Не отстают от минских ресторанов. Честное слово, нужно дегустировать. Если в меню заявлено такое блюдо, нужно пробовать. Я люблю суши. Нашу грибную похлебку в хлебе. Наш фирменный супчик. Драники молдозолотистые с лососем. Чай, кофе. Давайте наш чай травяной. Давайте. Какой вкусный чай. Чувствую мяту. Ничего себе. Это настоящий хлеб? Да. Вау, ребята, ну это вообще просто шедевр. Никогда за свою жизнь не ела суп вот в такой посуде. Класс. Интересно, а хлеб потом можно съедать? Ммм, суп божественный. Похоже какой-то кремово-грибной, но при этом грибы не мелкие. Ну, по составу я вижу зелень, грибы, лучок и морковочка. Но это то, что я визуально вижу, потому что суп реально сделан как кремовый суп. Выглядит аппетитно. Скажу честно, что ни в одном городе, кроме столицы, в Беларуси, достойных суши я не пробовал. Честно, нужно, наверное, узнать, откуда у них шеф-повар сушист и вообще отдельно ли у них сушист. Было удивление услышать в ответ, что это один повар. Ну вот, два ролла попробовал. Поверьте, минские рестораны, некоторые, должны приехать сюда и поучиться. И теперь остались мои самые любимые. С креветками. Просто сейчас, если они удались... Это действительно более достойные суши, которые могут конкурировать с минскими заведениями. Вот и ваши драники. Это вам сметаночка дополнительная. Спасибо. Приятного аппетита. Ой, какая красота. Спасибо большое. Кстати, за 16 рублей вот вам красная рыбка и целых 4 драника и еще сметаночка. Что, приступаем к дегустации? Драники прекрасно сочетаются с лососем и сметанкой. Здорово, что в драники добавляют еще и зелень. Так, берем рыбочку. Это вкусно. Раз, два, три. Что, не ожидал? Какая у нас температура в номере? Интересно, а хлеб потом можно съедать? Выглядит аппетитно. Может быть, в Сморгоне едут и за баранками, но местные жители посоветовали Алинхиту отобедать в ресторане суши, так сказать, ударить по японской кухне. Алинхиту суши понравили. Сказал, что в Сморгоне они вкуснее, чем в Минске. Ну, а вот Олеся решила все-таки поддержать белорусскую кухню, заказала грибной суп в хлебе, драники с лососем и травяной чай. Цены вот здесь, а наши прибередливые туристы отправляются на поиски развлечений. Какие у вас есть развлечения в городе? Где найти? Историко-краеведческий музей для культурного досуга населения. Где-то там на Харченко. А в музее можно услышать экскурсию о городе Логойске, подберить батлейку и различные выставки. В Логойском центре культуры находится местный краеведческий музей имени Тышкевичей. Сюда я и приехала. Так, ну вот я и попала в зал имени Тышкевичей. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, куда я пришла? Знаю, что в музей. Наш музей носит имена известных жителей нашего города на тот момент, имени Графского, да, Константина и вставе Тышкевичей. Увидела, как выглядел рабочий кабинет братьев Тышкевичей. Примерно так выглядел в 19 веке этот кабинет. Выглядел кабинет Тышкевичей. Друзья, обратите внимание, книга действительно оригинал. Я вижу, как она выглядит. Немножко, конечно, потрепанная, но это же 1884 год. А в городе какие еще есть развлечения? К сожалению, никаких. Баушевича. Музей. Вот, пускай и муж расскажет. Вот, подождите. Так что, какой музей в деревне Кушлянце? Музей? Баушевича. Про это место я слышал и до этой поездки, поэтому было интересно оказаться там. Местные жители посоветовали мне посетить усадьбу Франтишика Баушевича, где он провел последние годы своей жизни. Усадьба была построена в 1896 году, а сейчас здесь расположился музейный комплекс. Музей Баушевича. Кушлянце и музей Баушевича Олег Петрович, а вот это вот, что за помещение? Это гостевню с парадным выходом. Некоторые меблии, которые остались от Баушевича. Увидела предметы, которыми когда-то пользовались наши предки. Загадка дня. Посмотрите и отгадайте, что это. Что это может быть? Может, это, подождите, это может по земле? Это глиномешалка. А, это глиномешалка. Нашел местный житель в деревне Михалову, вся в огороде. Ну, вот я знаю, что это. Вот здесь делают масло, да? Прикоснулась к старинной швейной машине. Между прочим, первая шведая машинка, догадайтесь, где появилась? Ага! Нет! В Нидерландах она появилась в 16 веке. А вот это вот наша первая оршанская машинка. Между прочим, тогда ей можно было управлять только ножкой. Ну, я вижу вот самое старинное. Это 1898-й. Один рубель называлось? Или рубель? Рубель? Рубель. Мне, как музыканту, вот всегда интересны музыкальные инструменты, поэтому расскажите, кто прикасался вот к этим инструментам? Это у нас как символы творчества Баушевича, потому что Франсишек Баушевич из своей поэтичной сборники называл по назвам музыкальных инструментов. Назвал Дудка Белорусская, первый сборник, другой сборник назвал Смык Белорусский, и третий сборник, Скрипачка Белорусская, до нас не дошел у рукописы. Что мы здесь видим? Что это за помещение? Это рабочий кабинет Баушевича. Вот тут, как раз в этом кабинете, наибольшая наполненность речами, и кесту жили поэту. Это его письмо в столе. А мы можем туда зайти посмотреть предметы? Конечно. Конечно, Калеваска. Только мы можем. Остальными? Так, ну я смотрю, у вас даже здесь есть батлеечка. Сколько здесь персонажей? Ну давайте, раз я уже здесь, мы... Ну да, посмотрим спектакль, да? И самое удивительное, что в Краеведческом музее можно еще увидеть и спектакль, но это если вам повезет. А мне повезло. Я, царь Ирод, деешь славный, сяду на свой трон державный. Царь мой, царь Любовладар, ты тут сядешь, спеваешь, пузо себе наедаешь. Хоть-два, 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 стой. Царь мой, царь Любовладар, по твоим загадкам зевьюся. О, Ироди, Ироди, что ж ты натворил? Ты ж, Ягоня, слухай. Возьми свою патырицу под шухой. А, кто такая? Я сейчас словно маленький ребенок. Это так интересно и увлекательно. В общем, если вам повезет, то вы сможете увидеть этот спектакль своими глазами в Краеведческом музее. Место достопримечательно тем, что там есть камень, который находится там тысячи и тысячи лет. Я посмотрел экспозицию, а теперь отправляюсь на поиски того самого знаменитого камня, под которым Франтишек Богушевич прятал свои произведения. Скажу вам честно, место для усадьбы выбрано крайне живописно. И вот такая вот погода, немного дождливая осень, ему только к лицу. Ну что, вот мы нашли тот самый камень Богушевича, который здесь, между прочим, находится еще до ледникового периода. До 1905 года писать на белорусском языке было запрещено, поэтому Франтишек Богушевич приходил сюда и прятал под этим камнем свои стихи. Давайте поищем. Нет, ничего не осталось, поэтому придется писать новое. Во времена Великой Отечественной войны немецко-фашистским захватчикам подсказали, что под этим камнем может находиться клад. Они, конечно же, сюда отправились и не нашли ничего, кроме свитков с рукописью мастера. Не придав этому никакого значения, они просто выбросили эти шедевры в мусор. Мне было интересно посетить это место, вдохновиться и писать самому. Привет и рассказывайте, как съездили. Ну, Логойск, он прекрасен. Это белорусская наша Швейцария. Ну, он даже прекрасен и без лыжного сезона? Да, но, понимаешь, у меня был водяной сезон. Я попала в такой ливень, что ходила... Не повезло. Вообще, не повезло. Чуть не плакала. Ну, нашла, нашла, чтобы посмотреть, где потратить. Ну, сейчас посчитаем. Олег, как Сморгонь? Сморгонь – интересный город, еще интересны его окраины, его окрестности, поэтому я побродил, погулял. Давайте посчитаем ваши потраченные деньги. Ален потратил 104 рубля 54 копейки. Всего лишь. Потому что Олеся потратила 635 рублей 50 копеек. Да-да-да. Это у меня обычная. Нет, честно, я пытался потратить больше. Я ел и суши. Я выбрал самый дорогой номер в отеле, но не получилось. Даже гладраники с лососем. Ну, я взял просто лосось с рисом. А еще нужно было забронировать себе домик с пятью спальнями. У меня тоже мало места было, поэтому в следующий раз я забронирую весь этаж в отеле. Ну что, Ален выиграл, пожмите другую руки. Поздравляю вас! Спасибо тебе огромное. Это был проект «Камень, ножницы, бумага». Вместо того, чтобы 7 раз отмерить, лучше один раз спросить у людей. А неплохого не посоветуют. Отправляйтесь в путешествие и проверьте все на себе. Пока. 1778 год. Ой! Все, я не могу так проходить. Ну все, и дальше изнутри можно снимать. Думаю, что я остановлюсь в выбор именно на том, чтобы разобраться со всеми юбчонками. Я выпью попозже, он горячий. Ты можешь отдельно спить? Нет, я забыл сказать, что он еще с людинького периода. Это ж интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!